Говорить о том, что перед жителями нашего города стоит угроза оказаться заложниками каких-то серьезных эпидемий, не приходится. По сравнению с прошлым годом, количество инфекционных заболеваний, без учета гриппа, ОРВИ и гельминтоза, на Брещине уменьшилось более чем на 23%. Если говорить о кишечных инфекциях, то в прошлом году незначительно на 4% выросла эта заболеваемость. Но за первый квартал этого года рост этой заболеваемости продолжается. Также отмечался рост в 2013 году сальмонолеза в 1,4 раза. Эта инфекция продолжает расти и за первый квартал 2014 года. Поэтому в преддверии у нас уже наступил весенний-летний период, скоро начнется оздоровительная кампания. Я хотел бы напомнить населению, в целом предприятиям торговли, общественного питания, пищевой промышленности о необходимости соблюдения элементарных правил профилактики острых кишечных инфекций. Стабильная ситуация отмечена в Бресте в районе по основным воздушно-капельным, в том числе вакциноуправляемым инфекциям. Незначительно в худшую сторону изменилась ситуация по уровню заболеваемости менингококковой инфекцией. В прошлом году мы добились высокого уровня иммунизации населения против гриппа, 38,8%. В этом году предстоит привить 40% населения. И благодаря этому привито было 127 тысяч человек, жителей города Бреста и Брестского района. У нас не отмечалось в очередной уже год превышение эпидемического порога, не приходилось нам приостанавливать занятия в школах. Нельзя не учитывать тот факт, что здоровье брещан зависит от санитарной ситуации в городе. Вопросу благоустройства территории уделено большое внимание как со стороны властей, так и со стороны специалиста в области здравоохранения. Да и сами брещане не остаются равнодушными, когда речь заходит об их городе, улице и доме. Ежегодно сотни жителей города Надбогом принимают активное участие в так называемых субботниках. Очередной из них состоится уже через несколько дней. Участие обязательно нужно принимать, я считаю. А в целом по городу, если сказать, то мне кажется, наш город очень чистый, достаточно по сравнению с другими местами, потому что везде проводятся постоянно уборки, мы гуляем каждый день, мы видим дворников, обязательно они ходят с пакетами, собирают весь мусор. Я считаю, что в нашем городе стабильность, санитарная ситуация, и даже если во дворах где-то что-то не в порядке, я думаю, что жители постоянно где-то за этим смотрят, смотрят и сами убирают. Приходишь утром, вот мы рано начинаем работу, приходишь грязно, не соблюдают, урны стоят, все бросают, сами можете заметить. Всем приятно пройтись по чистым и уютным улицам, но почему-то далеко не все стремятся навести порядок в индивидуальных жилых застройках. Это неоднократно отмечали специалисты Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии. А ведь красота и уют города во многом зависят от сознательности горожан и отличной культуры каждого человека. Продолжение следует...